Итак, всем привет, друзья! С вами генерал Владимир. По многочисленным просьбам я сегодня записываю обзорчик, гайд о том, как скачать, как установить сборку «Весна-2016». Значит, смотрите. Первое, что вам нужно сделать. Внизу под этим видео, так же, как и под любой серией сборки, находится ссылка на Яндекс.Диск. Когда вы сюда попадаете, вы оказываетесь вот в этой папке. Что здесь находится по очереди? «Весна-клиент» — первая версия, «Сервер» — первая версия. Вот это модс-обновление для версии 1. Если мы его откроем посмотреть, то вы увидите здесь несколько модов. Они все обновляются как на клиенте, так и на сервере. Вот что нужно сделать. Нужно просто их закинуть в папку «Модс», а моды с такими названиями, если они там окажутся вдруг, их можно будет удалить. Так. Как вернуться обратно? Угу. Вот. Соответственно, вот это версия 2, которая вышла 1 июня. Если вы скачиваете снова, заново, да, в смысле, то скачиваете сразу вторую, чтобы вам не заморачиваться. Она с еще одним обновлением. И вот здесь уже надо качать ее полностью. А если вы нажмете вот здесь вот «Скачать архивом», то не советую этого делать. По какой причине? У вас скачается архивом все, что здесь находится. То есть, во-первых, у вас скачаются 2 версии сборок плюс обновление, а во-вторых, у вас скачается папка «Resource Packs». А вот эта папка включает в себя 1,5 гигабайта всяких разных текстур паков. Поэтому я вам просто-напросто, ну, не советую нажимать, потому что все вместе будет весить около 2 гигов. И все вместе оно вам явно будет не нужно. Так. Далее переходим к установке. Что мы получаем, когда, собственно говоря, скачали и клиенты сервера? У нас 2 архива. В клиенте у нас находится сама сборка. Если мы ее отсюда извлечем, что давайте мы и сделаем... Сейчас я тут еще... Сейчас она извлечется, и после этого я смогу создать уже папку сервера. И сразу поставить его на извлечение туда. Так. Ну, давай. У меня немножечко тормозит, потому что вот тут медиа-инкодер кодирует целых 3 серии одновременно. Поэтому я поставлю пока что паузу. Вот, у меня все извлеклось. Ну, а если вы откроете папку сервера, этот самый архив сервером, то тут просто будет папочка сервера, которую мы тоже можем также извлечь. Значит, смотрите. Далее по поводу того, как настроить и почему выбран именно T-Launcher. T-Launcher выбран по той причине, что он позволяет запускать как лицензию, так и пиратку. По умолчанию, если у вас где-то в Windows уже есть лаунчер, то при его запуске запускает он последнюю версию, которая есть, установленная в системе. И при этом, как вы сейчас увидите, он уже раз и нашел все, что было нужно. Почему? Потому что вот здесь в настройках надо нажать на эти самые уже выставлены директории. И у меня стоит по умолчанию директория Minecraft. Вот. Но мы можем сделать и по-другому. Он, правда, говорит, что необдуманное изменение повлечет какие-то ужасы всякие разные. Но, тем не менее, мы можем зайти в мой компьютер, в диск D, и совершенно спокойно выбрать вот эту папку весна. Вот так. Все. Сохранить. Вот. И видите, он пишет, аккаунтов нету. Версия, он ее нашел. То есть, вот она. Версия 1.7.10 и Forge 1.7.10. Они находятся в этой папке, вот здесь в папке versions. Они подсвечиваются белым. Аккаунтов нет. Нажимаете «Настроить аккаунты». И, нажав плюсик, вы можете набрать имя, какое угодно. На русском, на английском языке, неважно. На русском только, возможно, вас не будет пускать на локальный сервер. Вот. И вариантов три. Можно без пароля. Это, если нет лицензии. Можно с паролем на Mojang. Это лицензия Mojang. Можно с паролем на Illibuy. Вот этот. Я не знаю, что это такое. Но, в общем, это какая-то тоже полупиратская, полулицензионная штука. Вот. Поэтому, я не в курсе, что это. Если вы знаете, можете пользоваться. Пароль вводится сюда. Логин, электронная почта вводится сюда. Я, таким образом, сейчас мог бы вам запустить. Но, тут все достаточно просто. Значит, смотрите. У меня выставлено вот эти галочки. Это все вам не важно. Я сейчас расскажу, что важно. Нужно, чтобы здесь был выбран аккаунт. И выбрана была версия Forge 1.70. Далее, вписывайте вот эту строку. Она небольшая, поэтому указывать ее не буду. Можно переписать. Здесь можно указать, допустим, 512. Вот так вот. Почему у меня стояло большое, да, 1200 параметров? Потому что я тестировал некоторые вещи в сборке. И, ну, в общем, для меня это так. У меня выставлена максималка 5 гигабайт. Потому что памяти у меня всего 24. И, в общем, компьютер позволяет, как говорится. Но это не обязательно. Рекомендую играть на трех. В принципе, можно попробовать играть и на двух. Но, наверное, с небольшими лагами будет идти. Вот. Всякие прочие штуки. То, что вот здесь вот настраивать. Это уже ваши собственные желания. Что хотите, то и делайте. Есть какая-то программа MC Offline. Пишите в комментариях. Если вам интересно будет обзор сделать, да, на то, как на ней запускает сервер. То я на ней запущу сервер. И мы с вами посмотрим, как это делается. Сейчас я верну вот сюда вот эту всю настройку, чтобы он у меня это все поймал. Вот видите, он сразу подловил мой, собственно говоря, лицензионный никнейм. Поскольку он там был прописан. Вот. Если я сейчас напущу... Зажму кнопку запустить, то она запустится. Вот. Дело это происходит не очень быстро, поэтому сейчас показывать не буду. Причем, сохранив. Вот здесь вот, в диске D в весне, я сохранил. И у себя там в папке то же самое. Давайте перейдем к серверу. Ну, настройки в самого лаунчера, я думаю, показывать не обязательно. В Майнкрафте все разбираются. Итак, сервер. Что у нас тут есть? Чтобы запустить под Windows, нужно нажать на вот этот вот батничек. Сервер старт Windows. Сейчас посмотрим, что у меня тут было. Да. Вот. Собрана эта штука так, чтобы вы не лазили каждый раз вот сюда в редактирование батника. Вот. И не пытались вот здесь что-то интересное найти. То есть, если вы хотите тут отредактировать потребление памяти, то под Windows запускать через этот файл, под другими системами, там типа Linux и прочих, запускать через вот этот файл. Просто два раза на него тыкаете. И в винде вот этот не запустится. Сюда больше никуда нажимать не нужно. Как отредактировать параметры конфигурации, да? Я сейчас его запущу, чтобы он тут создал всякие папочки дополнительные. Вот. Он там сейчас подумает и запустится. Как вы можете видеть, сейчас тут будут файлы всякие создаваться различные конфигурационные. То есть, всего сейчас пока 117 элементов. Вот здесь в файле конфиг вы как раз таки можете переписать. То есть, минимальная память 512, максимальная память 3 гигабайта. Так, сейчас поставлю паузу. Ну вот, собственно говоря, дело заканчивается. У меня, как вы видите, идет приготовление спавна. И тут вон Gravestone спавнит свои всякие гравии и прочие штуки. Вот. Собственно, все. Сервайк запустился. Вот. И вы видите уже 25 элементов вместо 17. То есть, тут создались все те настройки, которые идут дополнительные. В принципе, сейчас мы с вами можем нажать вот так вот Stop команду. Сервер остановится. И вот тут уже вы можете редактировать то, что вам нужно. Тут есть Ops, который прописывает туда некие тех, кто администраторы. Есть Server Properties настройки, User Cache, да, там кто заходил в байтлист. Ну, в общем, все остальное. Чтобы сделать настройки сервера, заходим в Server Properties. И что мы тут видим? Генератор Settings. Это настройка генерации мира. Там какой он будет. Плоский, биомы, Excel, там экстрабиомы и так далее. OP Permission Level. Это уровень опки. То есть, администраторство, у кого есть данное на сервере. Это не обязательно вам знать. Если хотите, можете на Вики почитать, что это такое. Allow Nether. Это значит разрешить ад. True обозначает разрешить. False обозначает запретить. Level Name World. Это значит, что у вас папка с миром будет называться вот так. Если вы переименуете, она станет по-другому. Enable Query False. Это подключение к системе управления. Это не обязательно. Вот. Это для тех, у кого на хостингах стоит. Оно может быть иногда нужно, но там хостинг сам выставляет этот параметр, так как он правильно должен быть. Allow Flight. Это разрешить полет на сервере. Announce Player Achievements. Честно, не знаю, что это такое, но скорее всего это то, что, типа, игроки могут ачивки получать. Сервер порт выставляете тот, который вам нужен. Обратите внимание, что для игры с друзьями на сервере вам понадобится, чтобы порт был открыт в настройках вашего роутера. Но это я сейчас обзирать не буду. Потому что они у всех разные. Level Type Default. Это, собственно, так и будет. Ercon False. Это все то же самое, что сюда опять же идет. Level Seed. Это Seed мира, который сгенерируется. Вы можете сюда свой прописать какой-то, но тогда вам придется перегенерировать мир. То есть удалить ту папку в урок и запустить заново. Force Game Mode. Честно, не знаю, что это такое даже. Сервер IP сюда вписывается автоматом, если у вас будет на хостинге стоять. Дома вам ничего делать не нужно. Максимальная высота строительства. Но больше чем 256 вы не сможете поставить. Спавн NPC. Это включает жителей. Вот. И всяких мобов добрых. White List выключен в данном случае. А нет. Вот добрые мобы. Животные включены. Hardcore отключен. Вот это режим отслеживания. То есть он в случае ошибок там отправляет в Mojang информацию. Его можно выключить, в принципе. Online Mode. Это проверка лицензии. Он включен. Resource Pack. Вы можете на сервере в папку Resource Pack создать. Закинуть туда какой-то ресурс пак. Например, в Faintful Animated. Очень красивый. Кстати говоря, он выглядит как с шейдерами. Я вам его в следующей сборке своей покажу. В этом не буду. Тут и так лагов хватает. Но при этом он не такой лагучий, как шейдеры. Там все красиво. И прописать сюда его название. Тогда у всех игроков, кто будет заходить, будет сразу высвечиваться. Типа, здравствуйте. Сервер предлагает вам загрузить ресурс пак. Ну, как в некоторых мини-играх, вы знаете, такая штука происходит. Там такие мини-игры, допустим, как GTA, как этот самый Counter Strike, да, в Майнкрафте. Вот эти вот. PvP включен. Сложность первая, бывает еще вторая и третья. Четвертая сложность это, собственно говоря, Hardcore, если он включен. Вот. Команд-блок выключен на сервере. Гейм-мод по умолчанию у всех обычный самый игровой. Это вам, по сути, не нужно. Максимальное количество игроков, слотов сервера. Спавн монстров включен. Генерация структур, таких как деревень, трепостей и прочих, включена. Дальность в чанках прогрузки на сервере. Если вы поставите 2, у вас, даже если на клиенте будет много чанков прогрузка стоит, на сервере у вас только 10 будет грузиться и все, дальше будет пустота. То есть вы будете двигаться и будут чанки прогружаться вокруг вас. Ну, то есть оптимальное расстояние от 8 до 14 примерно. Ну, если вам неохота сильно перегружать сервера, ну, ставьте 8 или 10. А это название, которое будет высвечиваться в листе серверов в самом лаунчере. Все. После запуска этого сервера вы попадете уже непосредственно на него с клиента. Если вам нужно попасть будет с клиента на сервер, который находится у вас на компьютере, то вы пишите вот так вот «localhost» и имею в виду вместо айпишника. Если у вас какой-то порт стоит другой, то можно написать «localhost». Допустим, там 4567813 и ставлю порт 25565, например. Вот. И все. Тогда я к нему подключусь. Обратите внимание, да, если вы будете прописывать в настройках роутера открытие портов, то в этом случае вам нужно будет порт открывать именно для этого айпишника. Ну и конкретно у меня какой-то баг. Если я открываю этот порт сразу и для своего, для цифрыки 2 айпишника, и для второго компьютера, то почему-то, короче говоря, не подключается ни на один. Возможно, он теряется и не знает, куда идти, но это какой-то бред, по идее. Тем не менее, оно так. Вот. Поэтому, если у меня эта цифра меняется, мне приходится старую настройку в роутере удалять и прописывать ее заново. Как уже говорил, это объяснять не буду. Роутеры разные у людей, поэтому, собственно говоря, это было бы бесполезно. Что ж. Я думаю, что на этом я все объяснил. Как ставить сборку на, собственно говоря, этот самый... На мульти-МС. Еще, да, может быть вопрос. Все достаточно просто. То есть, вы создаете папку своей сборки. Как это делать? Делаете добавить новую. Выбираете версию Minecraft 1.7.10. Вот эту, да, собственно. После чего заходите в редактирование сборки. Тут вам нужно нажать установить Forge. Устанавливаете, по-моему, вот этот вот номер. Ну, он, собственно говоря, последний тут будет наверху. Сейчас он вам покажет вот этот с божьей кировкой, с жучком. Устанавливаете. После чего заходите в настройки. Выставляете здесь оперативную память 512. Здесь тоже 512. И вот здесь вот я рекомендую 3000 ставить, да, 3 гигабайта. Можно ставить 2. Вот тут, соответственно, пожалуйста, укажите автоматическое определение. Нажимаете путь к Java. И не вот этот вот баганный. Вот у некоторых людей вот такая вот ссылка появляется. А указать вам нужно желательно восьмую, если она у вас есть, если нету седьмую. Да, именно вот с таким вот вариантом. Причем нужно, чтобы она была 64. Если у вас 32, то скачайте 64 версию. Иначе у вас больше 1 гигабайта она выдавать не будет. Все, после этого запускаете. Как А, забыл сказать. То есть, Fortress там мы поставили. Заходим в папку сборки. Вот, Minecraft. И сюда вам нужно поместить следующие папки из моего архива. Это конфиг. Это моды. Ресурс паки. Это сохранение, если они у вас есть, да, если вы свои импортируете. Вот. И, собственно говоря, на этом-то все. А, ну и вот эти вот файлики. Вот эти, если они там существуют. То есть, всякие папки versions и прочие сюда класть не нужно. Тут все просто. После этого закрываете ее и просто-напросто запускаете. Ну, думаю, что я объяснил все, что можно было объяснить. Если есть какие-то еще дополнительные вопросы, пишите их внизу под видео. Я вам на них постараюсь ответить. Всем большое спасибо за просмотр и всем счастливо. Пока.